Если сейчас Коновалова не реализует свой шанс, то тогда для Нижнего Новгорода все закончено. И с серебром они вернутся домой. Мимо ворот! И чемпионом становятся девчонки из поселка Эрген-Шахтар, Карачао-Черкесия. Всероссийский финал общероссийского проекта «Минифутбол в школу» прошел в Новгородской области. Собрал лучшие команды со всей страны и продолжался 11 дней. По итогам регионального и окружного этапов представлять Карачао-Черкесию в финале проекта отправилась команда Айель из поселка Эрген-Шахар. С ногайского языка название команды переводится как «семья». И девочки отмечают, что за время тренировок действительно сроднились. Именно поддержка тренера и взаимопонимание в команде помогли футболисткам стать лучшими. Мы выиграли три игры. Самое последнее было очень сложно. Мы боялись, что проиграем. На пенальти мы по пенальти выиграли. Очень сильно переживали. Боялись, что может не сможем, может какую-то ошибку допустим. Но у нас все получилось. Однако в связи с проблемами финансирования участие команды во всероссийском финале было под угрозой срыва. Поездка команды в Нижний Новгород и их победа стали возможны благодаря финансовой поддержке, в том числе Республиканского Минспорта и регионального отделения КПРФ. Без духа соревновательности, без духа здорового соперничества человек не формируется. В любом деле человек должен формироваться как человек, как характер у человека. Тем более, значит, вот эти маленькие девочки. Что нужно? Они должны соревноваться и как бы побеждать. Если они побеждают, значит, они более уверенными становятся в себе. Наставник команды Анатолий Мурко тренирует футболисток уже 12 лет и признается, что всю свою тренерскую карьеру шел к этой победе. Ведь она открывает спортсменам дорогу к еще большим достижениям. В нашей группе было 13 команд со всей России. Было 4 подгруппы. Предварительный этап групповой и остальной этап мы прошли отлично, без единого проигрыша. Ну и финальный этап, он был самым тяжелым, потому что встретились хозяева Нижний Новгород и какой-то маленький поселок Яркин-Шахар. Ну, получилась игра зрелищная, эмоциональная. Ну и в итоге мы оказались сильнее. Между тем, Анатолий Иванович решил растить спортсменок практически с пеленок и набрал экспериментальную детсадовскую группу. Однако по уровню мотивации малышей уже сейчас можно быть уверенными в их будущих победах. Мы с сестрой ходим уже сюда два месяца. Мы тут занимаемся, подготавливаемся. Я когда вырасту, буду ходить сюда, заниматься и хочу стать спортивной. Хочу во всем выигрывать, хочу учиться тут. Хочу в разных чемпионатах побывать. Хочу кубок заслужить. Несмотря на то, что команда только на днях вернулась с победой и кубком, спортсменки уже на поле и готовятся к новым матчам. Всероссийским соревнованиям юных футболистов – кожаный мяч. Райми Шен, Радамир Князев, Архиз, 24.